Это итоговый выпуск в студии Анастасии Дороганы в ближайшие полчаса о главных событиях за неделю. Судя по данным статистики, число заболевших COVID-19 на этой неделе постепенно снижается. Если в понедельник суточный прирост больных в регионе составил 4817 человек, то к пятнице этот показатель снизился почти на 600. В лидерах по заболеваемости по-прежнему краевая столица и в Барнауле по статистике цифры медленно, но верно идут на спад. Две недели назад главный инфекционист края Валерий Шевченко говорил о пике заболеваемости микроном в конце февраля. Судя по всему, пик уже наступил и дальше будут регистрировать все меньше больных. Сейчас коллективный иммунитет в крае составляет 58% за счет перенесенной инфекции и вакцинации населения. У большинства микрон проходит в легкой или средней степени тяжести. Специалисты говорят, что в таком случае можно и вовсе не ходить в больницу, а выписать листок нетрудоспособности онлайн. Рекомендуют постельный режим и обильное питье. Конец дистанту. Вузы Алтайского края возвращаются на очный формат обучения уже с понедельника. Из-за вспышки коронавируса АлтГУ, Политех и Педуниверситет были вынуждены уйти в онлайн еще в начале февраля. Спустя три недели домашнего обучения было принято решение выводить студентов 21 февраля. Хотя тот же Алтайский государственный университет вернулся к очному формату 14 февраля, спустя две недели дистанта. Барнаульский шинный завод попал в сводки новостей. По словам работников, они недополучают зарплату процентов на 80. Отчего сотрудники даже ушли на короткую забастовку. А вернулись в цеха, признаются работники, под нажимом. Артем Гусельников продолжит. Вместо 70 тысяч – 15. Накануне работники шинного завода недополучили большую часть зарплат. По словам рабочих, выплаты сократили по требованию московского руководства. Оно сочло доходы завышенными. Это привело к забастовке в сборочном цехе. 15 февраля специалисты не вышли на смену. Председатель профсоюзной организации встречалась с работниками. Их основное требование – это полное погашение задолженности. Также она встречалась с генеральным директором, который сообщил, что задержка связана с проверкой, которую инициировали московские собственники. И что в ближайшие 2-3 дня заработная плата будет выплачена. Но, говорит Иван, проверки не могут оправдать невыплату или хотя бы задержку зарплат. Мы пытались связаться с работниками предприятия, но все они отказались давать комментарии на камеру. Боятся совсем потерять работу. Однако нам удалось пообщаться с заводчанами не под запись. По их словам, проблемы с получением зарплат для них не в новинку. Например, 3 года назад руководство не выплатило деньги за уже выполненные работы. Сейчас они боятся того же. Вечером 16 февраля руководство предприятия якобы объяснило людям, что заморозке подверглась часть премии и надбавок. Заводчан попросили выйти в смены хотя бы до понедельника, чтобы руководство предприятия смогло обсудить этот вопрос с московским начальством. И многие действительно вышли. Но сделали это из-за того, что в случае продолжения забастовки им пообещали уволить начальника цеха. Несмотря на это, опять же, по словам работников, многие из них лишь создают видимость труда. Например, вместо условных 10 покрышек в день делают всего две. Некоторые и вовсе ушли на больничные из-за нежелания работать менее чем за четверть зарплаты. Пока что они не обращались в надзорные органы. Ждут реакции московского начальства. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Выборы в Гордуму Бийска и Рубцовска в этом году должны пройти по новой системе. От партийных списков хотят отказаться. Иными словами, смешанную систему выборов планируют заменить на мажоритарную по округам. К слову, к выборам не по спискам переходят многие российские регионы. Хорошо это или плохо, и почему в Барнауле на такой шаг в этом выборном году пока не решаются, обсуждали за круглым столом политологи, общественники и представители партии. Окончательное снятие списков с выборов ставит крест, ну вот с нашей точки зрения, еще раз, как бы это ни аксиома, ни догма, может быть услышим другие мнения. Но вот нам кажется, что это ставит именно крест на возможности развития для партии. У партии перестают быть интересы к участию. Условия для развития многопартийности начинают ухудшаться. И это признают практически все участники круглого стола. Хуже всего малым партиям. Ведь им вряд ли удастся собрать необходимые подписи с населения. Таким образом, они в принципе лишаются возможности участия в выборной кампании. Принято считать, что вот эта реформа нанесет в первый удар по левым силам, поскольку очевиден рост симпатий к левым партиям. Но, на мой взгляд, пострадают все партии, в том числе и партии власти. Потому что так она в конкурентной системе должна себя совершенствовать, быть ближе к людям. Кстати, именно желанием партии власти поменять правила игры в свою пользу, после неудачи на выборах, эксперты объясняют появление новой системы. Якобы это позволит сделать депутатский корпус подконтрольным партией власти и предсказуемым. И даже аналогии приводят. Представьте себе ситуацию, когда в каком-нибудь видоспорте, например, в футболе, команда-победитель имеет право чемпионата, имеет право потом менять правила игры в своих интересах. И, соответственно, перед следующим чемпионатом она смотрит, что там у команд противников, какие сильные стороны. А давайте мы примем правила, которые эти сильные стороны обнулят. Ну, например, мы знаем, что эта команда хорошо играет головой, а мы хуже играем, а мы примем правила, по которым запретим играть головой. Смену правил игры не приветствуют и те, кто феерично победил в кампании 21-го года КПРФ. Но и по новым правилам они готовы сыграть. Слушайте, мы наглядно продемонстрировали, в том числе на выборах в законодательное собрание, что сегодня мы научились побеждать по округам. 15 округов сегодня, и в том числе в городе Рубцовске, из двух одномандатных округов два взяли коммунисты. Как отреагирует на смену системы выборов сами жители, многим тоже понятно. Низкая явка населения – давно показатель отношения к выборам в принципе. У нас так люди обмануты, люди неоднократно причем обмануты. Люди разочарованы во всех этих процессах, которые мы с вами пытаемся реализовать. И очередным этим шагом мы просто-напросто всю эту систему добьем окончательно. К слову, в Барнауле менять систему выборов пока не планируют. Видимо, всех все устраивает, считают эксперты. А вот в Рубцовске 3 марта пройдут общественные слушания по внесению изменений в городской устав. Публичные слушания пройдут 16 марта и в Бийске. Только после будет принято окончательное решение, по какой системе пройдут сентябрьские выборы. Очередной круглый стол тоже намечен на март. После слушаний партийцам, общественникам и политологам будет что обсудить. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Так стоит ли менять выборную систему, кому это выгодно и как избежать партийного кризиса? Подробнее об этом рассказал руководитель фонда имущества «Края» беспартийный Владислав Вакаев. Знаете, я помимо того, что занимаюсь политикой долгой, я еще занимаюсь преподаванием. И вот преподавательное знание в школе, так вот любой выпускник школы, российской, средней, знает о том, что когда мы проходим тему о выборах, об избирательных системах, вот там говорится, там прям табличка заполняется, плюсы и минусы, мажоритарная и пропорциональная система. И у каждого заполняется, и потом делается вывод, вообще очевидный, простой, что у каждого есть достоинства и недостатки, поэтому они компенсируются смешанной системой. Поэтому это вот абсолютно логичный, понятный ход. Об этом знает любой выпускник школы. И все остальное – это лукавство. Мы понимаем, что есть попытка как-то изменить правила игры, своих интересов. Да, в краткосрочном перспективе это может привести к каким-то дивидендам для партии власти. Ну, впрочем, уже как здесь коллеги обозначили, не факт, что это приведет. А в долгосрочном, конечно, однозначно это явно приведет к дальнейшей деградации и делегитимизации политической системы, партийной системы, прошу прощения. И это будет закономерно. Люди не хотят наблюдать за игрой вот в таких условиях, когда, скажем так, эти правила меняются сиюминутно. О кризисе партийной системы в глазах людей я бы даже сказал больше, если бы кто-то из политтехнологов зарегистрировал политическую партию под названием «Чтобы вы все сдохли, сволочи». То эта партия однозначно бы на ближайших выборах победила в России, в регионе, неважно. Действительно, у людей назрело совершенно справедливое недовольство партийной системы и самим институтом политических партий. Я даже скажу больше, это недовольство не только российское, это и мировое тоже. Наверное, здесь глубже лежат корни этого явления. Но, перефразируя известную фразу Уинстона Черчилля о демократии, я могу сказать то же самое о политических партиях, что политическая партия – это худшая форма политической организации, но человечество не придумало ничего лучше, или все остальные еще хуже. Сохранять в любом случае, потому что другого нет, надо менять. И, соответственно, в этом изменении нужно соответствовать тем запросам, которые есть у людей, у избирателей. Главное, конечно же, запрос на обновление и на омоложение. Те «старцы думские», как их называют, которые годами, десятилетиями не расстаются с властью, это, наверное, неправильно для политических партий. Почти 10 тысяч жителей края стали жертвами гололеда и обратились за помощью в травмпункты этой зимой. Это сообщает региональный Минздрав. На фоне неутешительной статистики мы решили узнать, как пережили эту зиму те, кого принято называть людьми с ограниченными возможностями здоровья – инвалиды. Об этом и не только. В специальном репортаже Анары Шагировой. В последние дни край буквально заваливает снегом. И, пожалуй, это не самая большая беда этой зимы. Куда страшнее оказался гололед. От него пострадало порядка 10 тысяч жителей. А вот людям с инвалидностью, число которых достигает 170 тысяч, куда проще оставаться дома. По их же словам. Зима – это один из немногих факторов, пунктов моего личностного пессимизма. Это то, что преодолевается с достаточной сложностью и очень серьезно вносит свои коррективы в мою жизнь. Вот она такая, знаете, она такая непреодолимая. Потому что очень много всего, очень много неудобств, связанных с ней. Это лед, это снег, это дополнительная одежда. И все эти факторы, они, в общем, сковывают движение. Они делают тебя еще более несвободным. Самый ходовой транспорт зимой для людей, таких же, как он – это такси, говорит Вячеслав Кайгородов. Правда, вариант не самый бюджетный, но куда проще, чем через сугробы идти к ближайшей остановке или вообще всю зиму провести в изоляции. Здесь есть все условия для того, чтобы кто-то себе что-то повредил. Не только человек с инвалидностью. Ну просто, это вот такой фактор, честно говоря, я не знаю, как это можно решить технически. Что здесь? Каждое утро должен какой-то специальный трактор проходить, не знаю, специальное количество песчано-соляных смесей. Мне кажется, что это такая, ну вот это непреодолимая преграда, очень неудобно на самом деле. Сегодня есть такие автобусы с низкой посадкой. Он выбрасывает пандус. Но еще раз, вот смотрите, я хочу это просто подчеркнуть. Ну хорошо, для человека с инвалидностью, для человека на коляске, вот этот пандус будет выброшен. А для всех остальных… К слову о пандусах – это первое, что приходит в голову, когда заходит речь о доступной среде для людей с инвалидностью. Об их качестве рассуждает и барнаульский блогер Максим Богдан. Я вот без ног, и у меня одна рука только работает. Если бы не было со мной сопровождающего, у меня жена постоянно со мной рядом, то передвигаться бы вообще нигде невозможно. Даже если взять тот момент, что я возьму с собой электроколяску, посмотри, какие у нас пандусы. Это ругать всех надо и наказывать рублем. У нас огромный период советской действительности, которая в принципе не была ориентирована на людей. Понимаете, и все переделывать невозможно, заставить весь бизнес стать абсолютно доступным – это правда, иногда невозможно. Но грустно становится, когда ты понимаешь, что возможность сделать нормальный пандус, нормальный подъезд, нормальный подход – этого просто не делается. Тема пандусов болезнена не только в Барнауле, но и по всей России. В разных городах любители экстрима вовсю тестируют сей объект. Сейчас скажем, что мы просто проверяем. Работает? Да. Вот, как говорят, нет худа без добра. Но коронавирус научил, очень классно научил пользоваться онлайн-сервисами. Доставка продуктов сегодня, доставка лекарственных препаратов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы обслуживаете, да? Дальше для покупателей я выведу тогда периодически? Нет, 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 все нормально. Я просто смотрел, все работает. Все, все, все. Спасибо большое. Если что, я к вам загляну. А это Максим. В свои 12 мальчик мечтает, чтобы в Барнауле появилась спортивная площадка для детей с ОВЗ. С просьбой он даже обратился к губернатору. У меня была операция недавно. Я бы хотел, чтобы вы создали спортивную площадку для детей с ОВЗ с ограниченными возможностями. Потому что я и другие дети хотят заниматься на спортивной площадке, но у нас нет таких пока возможностей. Такая на улице, чтобы была, да? Да. На просьбу ребенка глава региона тогда пообещал подумать, в частности, где установить подобную площадку. А Максиму уже не терпится приступить к тренировкам, и пока что это одно из немногих занятий дома в зимнюю пору. Зима – это практически сидение дома. Очень. Тяжело, тяжело, объемно, в куртках, все это штаны, все, коляски. Ну и проходимость зимой, конечно, на коляске очень сложная. Парковки для инвалидов либо завалены снегом. Мы даже снимали, фотографировали и вообще были в шоке, почему все остальные парковочные места очищены, а именно парковка для инвалидов завалена снегом. Вот. Либо они заняты машинами без соответствующих знаков, либо они вот просто завалены снегом. Курс пятого класса мальчик освоил уже из дому. Перемещать коляску ребенка по этажам школы мама по состоянию своего здоровья не смогла. Очертания вижу так, движения замечаю. Иногда цвета, когда близко очень. Неврожденное, предъявленное заболевание. Просто с детства была близорукость, а потом очевидно что-то произошло. Либо нервное, либо физическое напряжение. Я в институте в это время училась и получилось так, как получилось. Для людей с нарушением зрения. Если рядом нет сопровождающего, зима, то еще испытания. Трость, которая летом выполняет роль прекрасного помощника, зимой так и норовит зарыться в снег поглубже. И это еще не все радости, говорит Марина. Бывает совершенно в неожиданном месте завалы снега или там не почищено. Кроме того, автомобилисты почему-то считают, что им удобно оставлять машины парковаться. Так вот раз оставили, вот им удобно так, им так нравится. Не понимают, что люди разные могут пройти. Кто-то обойдет, кто-то. Однако сказать, что для людей с инвалидностью в наше время ничего не делается, тоже, наверное, было бы ошибкой. Вот, к примеру, в педагогическом вузе делают все, чтобы образование было инклюзивным, то есть доступным для всех. Это специальный подъемник для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются на коляске. Коляска крепится на специальные полозья, то есть опускается, крепится и с помощью ассистента-помощника, который также есть в университете, спокойно поднимается на любой этаж. Как это работает на практике, сказать сложно. Однако шаг к инклюзии определенно есть. Это и специальные перилы, и оборудованный кабинет для слабовидящих. К слову, только в педагогическом учатся около 30 человек с инвалидностью разного характера. Другая сторона вопроса – человеческое отношение к людям с ОВЗ. Многие, возможно, и не досмотрят это видео, потому что слово «инвалид» пугает и настораживает. Между тем, по отношению к таким людям два полюса – либо равнодушие, либо чрезмерная опека. Ну, представьте себе, да, вы заходите в общественный транспорт, вас деликатно подталкивают с желанием помочь в пятую точку. Тот, кто впереди, начинает тянуть тебя за руку, например, тоже желая помочь. Вот это не очень правильно. Я всегда говорю, что помогать – это очень хорошо, это очень по-человечески. Но прежде чем помогать, нужно спросить. Простите, я могу вам чем-то помочь? Нужна ли ваша помощь? И уже после того, когда вы получили утвердительный ответ, тогда будьте добры. А чаще всего, ну, поскольку у меня опыт достаточный, я не нуждаюсь в этой помощи. Понимаете, для того, чтобы все прошло удобно и комфортно, чаще всего она мне просто не нужна. Угольные ТЭЦ, грязная вода и свалки. Власти Алтайского края признали, что это самые главные экологические проблемы для нашего региона. Этот чек-лист власти направили в федеральное правительство по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует Сибирский федеральный округ. Ранее в российском Кабмине заявили, что тема сохранения окружающей среды является ключевой для Алтайского края. О трех стихиях региона – воздухе, воде и свалках – смотрите в нашем интервью. Сергей Иванович, предлагаю сначала пройтись по тройке самых острых экологических проблем для Алтайского края. Вот, например, загрязнение воздуха из-за ТЭЦ. Как Вы считаете, насколько эта проблема серьезная для нашего региона? Дело в том, что те проблемы, о которых мы сегодня будем говорить, они возникли не сегодня. Нельзя сказать, что они обострились. Если говорить о воздухе и о проблемах, которые здесь есть, да, они, конечно, есть. Они достаточно давно существуют, они решаются в какой-то степени. Речь идет о чем? Вот мы сейчас сходимся на Ядринцево, дует ветерок. А если бы было тихо, то вот здесь частный сектор недалеко, и здесь стоял бы смог. То есть одна из проблем – это угольные котельные. Но по-прежнему уже действует вопрос программы газификации края. То есть этот вопрос решается. Еще одна из проблем – почему такая ситуация? Вот в Красноярске вводится режим «Черного неба». Там ежегодно в городе пересчитали журналисты, выбрасывается порядка 30 тысяч вагонов, если это все загрузить. У нас, конечно, меньше. Но в чем еще одна из проблем? В том, что смотрите, как застраивается город. Наши предки были очень разумными. И они строили город по розе ветров. И он продувался. Сейчас точная застройка приводит к тому, что город не продувной. И отсюда ряд этих проблем. Так что еще один из методов решения этой проблемы – это, конечно, улучшение качества, скажем, очистных сооружений на ТЭЦ. Даст Бог, регион войдет в национальный проект экологии со своими вот этими поставленными, обозначенными или актуализированными проблемами. А вхождение в национальный проект – это дополнительное финансирование, это возможность решения тех проблем, которые, как и в каждом городе или в каждом регионе, существуют. Дело в том, что вы говорите о трех средах обитания, в которых человек прибывает – земля, воздух, вода. Вода бывает питьевая, а бывает и поверхностная. Здесь очень четко разделяют некоторые моменты. По той же воде, если говорить о питьевой воде, то здесь ведь проблема заключается не в том, что у нас подземные воды некачественные, а в изношенности сетей, доставляющих воду до людей. Еще одна большая проблема для региона, ни для кого не секрет, это мусорные свалки. Несмотря на то, что в Алтайский край уже пришла и мусорная реформа, и ОНФ много лет уже помогает в ликвидации этих свалок, но проблема как есть, так она и остается. Здесь, как и в других регионах, других проблемах много. Ну, одна из них – это поведение жителей. Но я бы здесь сказал, что, знаете, я 25 лет занимаюсь экологическими проблемами, и однозначно могу сказать, что экологическая культура жителей Алтайского края растет. Другая часть проблемы связана с полигонами, и здесь, конечно, проблема достаточно серьезная, потому что Барновельский полигон переполняется, и сейчас идет поиск путей решения данных вопросов. Но я бы здесь сказал еще об одной грани этой проблемы. Это не силами общественников не убереждая, я не выведу людей и детей на уборку строительных отходов, когда там каменные блоки лежат, а вот промышленная зона в Барнауле, она настолько загрязнена. Мы делали снимки с дронов, ну, это серьезная проблема. Вот здесь надо решать законодательно, и это можно решить на законодательном уровне, на местном. Такой проект закона мы сейчас готовим, надеемся, что он будет принят. На встрече Совета общественной палаты с губернатором эта проблема была поставлена, и сейчас, я думаю, что ее решение будет найдено. А можно ли сказать, что Барнаул это такая самая, скажем так, грязная, экологически небезопасная точка на карте Алтайского края? Нет, я бы, наверное, не согласился. Если говорить, возвращаться к началу разговора, есть так называемая проблема накопленного ущерба, нанесенного природой. И здесь у нас и, можно назвать, и Бийск, здесь у нас и город Яровое. И здесь, если вот с этой точки зрения посмотреть, то Барнаул далеко не худший город. Да, как мегаполис по сравнению с другими населенными пунктами Алтайского края здесь, конечно, экологическая ситуация сложнее. Но так устроен мир. Чем крупнее город, тем больше проблем. А если сравнить наш край с другими регионами Сибирского федерального округа? Вообще, я бы оценил ситуацию в Алтайском крае достаточно оптимистично. У нас, учитывая уникальный совершенно природный потенциал Алтайского края, ситуация гораздо менее напряженная. Но это осень, значит, что нужно нам сейчас радоваться, прыгать в воздух и хлопать в ладоши. Работать нужно, работать каждый день, последовательно. Работать не только административным структурам, но и общественности. Искать пути вот этого взаимодействия. Поверьте, это путь в будущее. Профессионалы и любители биатлона заинтригованы. Один из крупных барнаульских инвесторов заявил о желании построить в краевой столице большую базу для лыжников. И эта новость ударила спортсменам по больному, ведь сейчас в Барнауле работает одна биатлонная база. И несмотря на несовершенство центра, он востребован. Больше тренироваться негде. В каких условиях биатлонисты занимаются сейчас, и что известно о будущей базе, разбирался Дмитрий Дроздов. Тренировки несколько раз в неделю, с собой полная экипировка. Лыжи и палки, как рассказывает биатлонист Павел Волков, вести их чаще всего приходится с собой. Хранить их на единственной тренировочной базе для биатлона в Барнауле негде. Нет там и душа. Вот сейчас мы переодеваемся, потом идем в автобус, едем до училища. Там быстро, у меня минут 40, у меня времени помыться, переодеться и идти на учебу сразу. Когда мы летом, бегаем по лесу, так же песок у нас, опилки всякие, в ноги там забиваются. Это потом неудобно. Идти домой, это все тащить с собой. Биатлонисты шутят, зимой проще, меньше потеют. Существующая база не дотягивает не то, что до профессионального уровня, но даже для серьезного подхода к спорту и большим соревнованиям. На всех биатлонных комплексах, конечно, есть спортивные базы, где можно приехать, провести сборы, чтобы там был пункт питания, можно переодеться и никуда не ездить. Недавно в городских СМИ появилась информация о том, что крупный барнаульский инвестор заинтересован создать новую биатлонную базу. Связаться с предпринимателем нам не удалось. Однако в спортивном сообществе города говорят, что слухи о появлении большого комплекса для лыжников витают давно. Проблема есть. Ее признают власти. И активность бизнеса одобряют. Для биатлонистов требуется специальное помещение, где хранится оружие и патроны. Ни того, ни другого у нас нет. Однако шаги для появления базы в мэрии неизвестны. В краевом Минспорте объясняют. Наши биатлонисты успешно выступают. Так что потребность в новом комплексе есть. Функционирующих центров по пальцам пересчитать. Третьяковский и Зминогорский районы не работают практически. Большие трудности также в Шипуновском районе с этими делами. И поэтому функционируют сейчас только, можно сказать, в полном объеме. Это у нас Заринск, потом в Алтайском и в Бийском районе. Вот эти школы у нас работают хорошо. В остальных очень большие трудности. Существующую базу планируют реконструировать. Создать раздевалки, обновить стрельбище. А спортсмены гадают, где бы мог появиться новый центр. Есть определенные требования к трассе, к перепадам высот, к пересеченной местности. То есть определенная длина подъемов, спусков должна быть. То есть рельеф такой. Плюс удобный подъезд должен быть. Это не должно находиться рядом с жилыми помещениями. Если это стрельбище, то есть это разрешительная система. Будет Росгвардии очень сильно следить за этим. Непростое мероприятие, если честно. По оценке спортсменов, большой комплекс мог бы вписаться на территорию одной из лыжных баз в Санниково или в Нагорной части города. Но пока биатлонисты надеются, что база из разряда слухов перейдет в реальный проект. И в ответ инвестору говорят, спрос будет. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...